Стой, 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 стой! На днях на юго-западе Екатеринбурга в Лобовую столкнулись общественные интересы в сфере транспорта с сугубо эгоцентрическим желанием поиграться в машинки. В результате развлекающийся гонщик между делом пролил кровь ни в чем не повинный граждан. На выезде с кольца при впадении улицы Ясной в Бардина изрядно потрепанный в покатушках внедорожник Nissan Pathfinder при обгоне, который ему приспичило учинить именно в повороте, потерял свою тропу и вылез на чужую встречную. Там в это время неспешно двигался пермский Мерседес по Екатеринбургскому маршруту номер 37, почти до отказа заполненный. Как они гоняют? Так, вылетел на скорости. С правой стороны легковая была, то есть он пошел как бы ее на обгон и вылетел на встречную. Много человек у вас было пассажиров? Человек 60. Сколько пострадало? Четыре. Четыре. Четверых их повезли, да? Сильно пострадали? Да нет, так. Ссадинки, гематомки. У одной что-то рассечено, да? Да, зашивать. Зашивать повезли. А у двух гематома, в одной на голове. На сотрясение там что-то поехали проверять. Автобус оказался очень крепким. Получив удар прямо в водительский угол, он на полметра загнал внутрь Ниссанова подкапотья все его болтавшееся спереди естество внедорожное, включая лебедку. При этом рулевой Мерседес остался совершенно целеханик. По его словам, он, имея на борту около 60 человек со скоростью около 30 км в час, двигался по левому ряду в сторону Громова, потому что правый напрочь занят был припарковавшимися легковушками. Именно по этой причине одна из них, Volkswagen серого пола, стала пассивной соучастницей, и ее зад буквально завалило ошметками, полетевшими при соите автобуса с внедорожником. А не стоял бы здесь этот Volkswagen, глядишь, и сам целее был бы, и автобус, даже этот криворукий гонщик не таранил бы. А эта машинка? Она тут была, стояла. Он тоже, да, нашел место, да? Да. Ну вот, может быть, если бы я ехал по этому ряду, может быть, он как бы повстречный вдоль меня бы прошел, а то есть тут как бы машины стоят, и этот стоит, считайте, метр. То есть как бы я-то двигался, он по своей полосе, то есть все это видно. Про пилота Ниссана, кроме того, что он в клубе внедорожных приключений состоит членом, известно, что в 35 лет водительский стаж он имеет 9-летний. Водить явно любит, но не менее явно не умеет. Мало того, что откровенно хамит своей манерой, так ему элементарно не хватает при этом не умения видеть и прогнозировать ситуацию, даже в черепашьем потоке, ни чисто рулежного мастерства. За миг до удара он не только не махнул рулем вправо, но и невозможно отделаться от ощущения, что ему еще и влево приспичило довернуть. То есть за эти 9 лет даже рефлексов необходимейших не нажил, а все туда же гонять, рисковать. Да ладно бы рисковать еще своим ведром, которое без скотча не ездит. Рисковал бы головой, но опять же только своей где-нибудь в карьере, на внедорожных приключениях, а тут посреди города. Это всегда риск убить или покалечить совершенно не жаждующих твоего адреналина людей. На этот раз цена глупейшего риска, который заплатили они за чужие кривые понты за рулем, такова. В 36-ю горбольницу. Скорая доставила 4-х пассажирок в том возрасте, когда любые травмы могут привести к чему угодно. 81-летняя пенсионерка получила ушиб лица, 69-летняя – ушиб грудной клетки, 68-летняя пассажирка – закрытую черепно-мозговую травму, а самая тяжелая травма у самой молодой дамы 51-го года от роду – закрытая травма позвоночника. Явный виновник, который, кстати, оказался совершенно трезв, ничуть и ничем не пострадал, а его ошибки легко разобрал и проанализировал даже пацан. Автобус такой вот, что он выпечет? Ну, я вообще останавливался тормозить, и он… Ну, так, надо… Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!